Это же острых вопросов. Мне это очень интересно. Почему бы вы, если показались на ее месте, в двери бы внимания в первую очередь? Ну, в первую очередь, я думаю, нужно обратить внимание на учителей. Ведь учитель – это профессия святая. И нужно создать достойную работу им, и нужно создать достойную зарплату. Это нужно сделать в первую очередь. Ну и, соответственно, врачи у нас тоже, как бы, ответственные по отношению к людям. И они должны думать о больных, а не о том, где найти деньги на прожиточные минимумы, будем так говорить. Еще вопрос. Вы обеспеченный человек. Может, организуете какой-то фонд помощи в голове мощи? Сегодня многим даже на питание не хватает, пенсионерам, многим и прочим. Ну, я подумаю над этим вопросом. Почему все проблемы в городе решаются за счет жителей? Постоянные повышения денег уже не останутся. У меня скоро не хватит зарплаты, чтобы платить за все. Как быть? Ну, как быть? Конечно же, нужно платить по счетам, нужно платить за свет, за газ. Какому поколению вы принадлежите? Я принадлежу к поколению 60-х. Я воспитан, как они. И спустя десятилетия я понял, насколько морально-этическое воспитание, прекрасное морально-этическое воспитание мы получили в свое время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова От чего зависит наша жизнь? Наша жизнь зависит от той власти, которую мы выбираем. Вы в команде играли в футбол? Видите ли, Вадим, без команды в футбол играть невозможно. Ну, конечно же, играл. Два года тому назад мы еще бегали. Я с мальчишками по футбольному полю. В прессе напечатали рейтинг самых богатых людей и их состояние. Как вы к этому относитесь? Положительно. Положительно они задекларировали свои доходы. Но я хочу их разочаровать. Увы, но самые богатые люди у нас это некоторые из чиновников, которые умело скрывают свои доходы. Если их потусить хорошенечко, то с них посыпятся Керенские, не только. Какие книги бы нам, молодым, посоветовали бы прочесть? Вы знаете, на сегодняшний день, я уверен, в этом актуальная книга Теодора Драйзера «Американская трагедия». Эта книга входит в Золотой фонд мировой литературы и она четко отзеркаливает нынешнюю ситуацию в нашей стране, в Украине. Я посоветовал бы ее прочесть. Конечно же, там есть еще интересные книги у Теодора Драйзера и «Титаник», и в свое время мне понравилась эта книга, и «Сестра Керри», но если есть время, конечно, читать, но «Американскую трагедию», это я посоветовал бы однозначно прочитать. Прочтите «Каторга», «Пикуль», интересно, жизненная книжка. «Кабзар» настольная должна быть обязательно. Зачем мы живем, кто мы? Мы живем для того, чтобы передать все детям, все хорошее. А кто мы? Мы люди, и человек – это особый мир. Мир очень сложный, своеобразный и, главное, неповторимый. Мы все уникальны, неповторимы. Меценатская деятельность. Голова опекунской ради школы номер один в М. Житомир с 1998 по 2006 рік. За этот час проведена реконструкция и полная комплектация шкельной библиотеки. В школе номер один створен благодейный фонд для допомоги талановитым детям. Регулярно проводятся поточные ремонты шкельных помещений. На базе школи номер один в М. Житомира створены и действуют спортивные секции. Придбано спортивный инвентарь для шкельного спортзала. Придбано спортивный инвентарь для шкельного спортзала. Собласть земных благ начинает преобладать, будем так говорить, над голосом рассудка. И люди начинают делать ошибки. Ну все без исключения, конечно же, делают ошибки. Бывает такое. Но в основной массе своей люди очень хорошие. Человек сам по себе это прекрасно. Здравствуйте. Конечно, одну секундочку я включу в ломку связь, чтобы Александр вас пришел. Здравствуйте. Я только сказала, Александр Федорович, как Вы считаете, вернулись к данным вклада 90-х годов? И что ожидает вкладчиков 2009 года? Какая мудьба их денег ждет? И какому образом, как, ну, нет, вот, дети занимаются боксом, они, как бы, дерутся на ринге, вот, как вот это все, ну, влияет, может быть, на детей и на их характер, что это происходит, на федра и так далее? А как имя? Как Ваше имя? Наталья, значит, смотрите, дети, во-первых, не дерутся на ринге, дети обмениваются мнениями при помощи жестов. То есть это прекрасный вид спорта. Вот, по поводу вкладов, вернут ли вклады, какого, каких годов-то? Значит, 90-х годов. Мое поколение, Наталья, не сможет дождаться возврата трудовых сбережений. Поэтому зачем морочить головы многомиллионному населению, когда наши уклады легко просматриваются в окружающем нас пространстве, в виде шикарных особняков, дорогих авто, роскошных магазинов. Вот, это вам по 90-м годам. Нынешние вклады, если забитыми советскими вкладчиками можно было разбираться как угодно, то в эпоху рыночных отношений, в эпоху рыночных отношений, кидать массово людей на деньги, я считаю, это очень опасно. Вот, уже никакие политики, Наталья, не смогут повести за собой народ. Другое дело, когда у людей забирают и не дают эти деньги, это пахнет нехорошими вещами, да? Но в любом случае нужно решать эти вопросы в законодательном порядке и настойчиво. Вот, я вам это рекомендую. Спасибо и вам. Какие вам нравятся произведения Гоголя? Значит, в этом году мы будем праздновать 200-летие со дня рождения Гоголя. Николай Васильевич Гоголь. Значит, какие произведения? Я бы с удовольствием еще раз перечитал. Мертвые души. А про Чичикова? Ну, не только модельеры назвали Годом Мужества, но и дизайнеры. Что нужно делать юношам в этом году? Значит, сразу вам скажу. Сережки долой, я уже это говорил. Мажорный вид долой. Все идем в спорт. Будем заниматься спортом. Для того, чтобы суметь защитить и свою семью, и свою родину. Вот такой будет.